Обжекшн! Эээ, в смысле, погодьте! Не стоит нам сегодня путать звуковые эффекты. Итак, на моих часах 16 часов 16 минут по московскому времени, 31 марта 2020 года, а это значит, что 16 часов 16 минут назад вышла Persona 5 Forte Piano. В принципе, по целым трем видео на моем канале было понятно, что мне на эту игру не насрать. Не насрать было настолько, что я даже хотел подрубить, но, к сожалению, в тот момент Twitch упал. Ну, в принципе, я вам тут поназаписал немножечко геймплея, чтобы сделать из этого видео, и, блядь, мне нужна новая флешка на самом деле. Думаю, вы все прекрасно знаете про ностальгические видеоролики о том, о чем была какая-нибудь старая игра и прочее, но у нас сегодня немножечко новая игра, ну, точнее, наполовину новая. Поэтому представляю вам оригинальную серию видеороликов о чем будет Persona 5 Royale, или в простонародье Let's Play. Начинается все прямо как в оригинале, с ебаного в рот этого казино. Кстати, я постараюсь указывать на отличие между оригиналом и переизданием, поэтому это даже образовательный ролик. Внутри казино ходят милиционеры, задача которых найти опасного преступника, которым является наш главный герой. Вор в законе, который даже не пытается скрываться, блин. Правоохранительные органы преследуют главного героя, а он просто им ехидно улыбается и сваливает с награбленным. Здесь катсцена переходит на движок игры, и мы можем слышать других наших подельников. Конечно же, они для нас скрыты в тени, мы пока не знаем, кто они такие, потому что представят нам их по сюжету чуть позже. Хотя я их, естественно, назову слева направо, а вот Марк здесь нам передает управление и заставляют сбегать как можно дальше. Интересно то, что Кошак называет великолепным мувом пойти показаться толпе, будучи вором. Великолепная работа, как всегда, Джокеры. Да, Джокер — это имя нашего протагониста, но на самом деле нет. По пути Джокер встречается с охранниками, с которыми он элегантно снимает маску, после чего начинается битва. Боевая система здесь пошаговая, а большая часть геймплея представляет собой зачистку данжей. Да-да, прямо как в вашей любимой мобильной игре RATE DUNGEON SLAVES. Это новая главная RPG в открытом мире симуляции автодвижения «Ваш анус» в жанре Deep Dark Fantasy. Его скачали уже 20 миллиардов fucking slaves. Вливайся в это комьюнити, и ты... Используем надрочка скилл Эйгаон, нанося ему 121 урон. Неплохо. После чего моментально огребаем от него. За счёт прекрасного визуального оформления и правильной работы с камерой, даже пошаговые бои выглядят динамично. Но кроме использования магии, всегда можно использовать стволы. Для исторических фактов я вам проиграю тот же самый футаж, просто потому что я могу. В оригинальной игре пистолеты были практически бесполезными. Связано это было с тем, что на один забег в данж у героев было ограниченное количество патронов, и восполнялись они только на следующий день. В переиздании же патроны восстанавливаются каждый бой, но их общее количество было уменьшено. Протагонист пытается сбежать через служебные помещения казино, совершает красивый полёт на абордажном крюке, после чего влипает в новую сцену, которой не было в оригинале, так как здесь появляется новая героиня. Она спасает Джокера и называет его Сенпаем. И она наносит огромный урон всем противникам сразу. Могу предположить, что урон всемогущего типа. Но знаем мы это примерно после 70 часов прохождения. Также она произносит фразу, что она не является фантомным вором. Могу лишь предположить, что она на испытательном сроке. Совершив успешный побег, главный герой ломает стекло, его друзья отмечают, что он слишком много выёбывается, и он, собственно, довыёбывается, так как приземляется прямо в толпу ОМОНа. Нас несколько раз фотографируют на паспорт, а затем ведут на допрос, где просят оставить автограф. Лично я дал протагонисту имя Рен Амами, так как это является его каноничным именем. И никакого Акиру Курусу я всерьёз не воспринимаю. На наш допрос приходит женщина по имени... Эээ... Бизнесвумен? Нет, её зовут Саи Ниджима. Она допрашивает Рена и просит его рассказать всё в подробностях с самого начала. Всё дело в том, что Рен в своём родном городе увидел, как до девушки домогался какой-то лысый хер. Он решил заступиться за неё, но не знал, что лысый хер окажется влиятельным человеком, у которого есть связи с полицией. В итоге главный герой получает судимость ни за что, его исключают из школы и отправляют в Токио на испытательный срок. По дороге на новое место жительства на самом известном перекрёстке Нашибуи кто-то использует Заварда. Но так как у Рена стенд такого же типа, он может двигаться вне времени. И про стенд я вообще не пошутил. Рен перед собой видит воспламеняющуюся херовину. И удивляется, что никто больше этого не видел. Главный герой проходит по адресу Токио Йонгенджая Кафе Лебланк и встречается с Соджиро Сакурой. Владельцем кафе, хорошим другом его семьи и с этого дня опекуном на целый год. Ну а также персонаж с лучшим лицевым спрайтом в этой игре. Главный герой заселяется на чердаке в кафешке, и в первую же ночь ему приходит уведомление от приложения, которое он уже удалял. Но этот момент не показал, так как футажи проебал. В любом случае, после удаления этого приложения, Рену снится страшный сон, в который он оказывается заключён в камере в непонятной бархатной комнате, находящейся на границах сознания и реального мира. О чём он узнаёт от седого носатого мужика по имени Игорь. Игорь — это персонаж, объединённый всеми частями серии Персона. Он является хозяином так называемого Велветрума, или бархатной комнаты. Он не является человеком, а является скорее пешкой некого высшего существа по имени Филимон, который появлялся в некоторых частях, но представлял собой стороннего наблюдателя, и в конфликт никак не вмешивался. Здесь же Игорь при помощи своих прислужниц-близняшек будет помогать главному герою проходить путь реабилитации. Контактировать с Игорем и в целом с бархатной комнатой может только главный герой. 10 апреля в воскресенье Рен поступает в Академию Шюджин, предъявляет, что так как у него судимость его исключат за малейший просчёт, да и в целом неровно дышит в сторону протагониста. Параллельно мы узнаём, что в городе происходит какая-то жопа. Люди страдают от различных ментальных расстройств, из-за чего теряют рассудок. Этим делом занимается Беру во главе с Сайей Ниджимой и вот этим мальчиком, о котором мы поговорим чуть позже. Вот вы 6 минут сидите без контента, а я 2 часа сидел без геймплея. Ну ладно, так уж и быть, ускорим повествование. Приехав на станцию, Рен лицезреет перед собой биологический вид, который он не лицезрел уже 10 тысяч лет. К ним подъезжает некто в спортивной форме, который позже представится нам как Сугуру Камашида. Он предлагает героев подвезти до школы, но главный герой отказывается. Из-за чего недоволен гопник, который произносит слова «учитель из Вращуга», что учитывает приложение на телефоне главного героя, которое снова установилось. В результате перепалки с вульгарным пацаном, которого на самом деле зовут Рюджи Сакамото, главный герой произносит еще несколько ключевых слов для приложения, как например «Король замка». Обкашлив все нужные вопросы, они решают отправиться в школу, и у них резко начинает болеть голова. Оказывается, что назвав все ключевые слова, приложение перенесло их в другое измерение, в котором вместо школы находится замок. До последнего они считают, что это пранк от театрального клуба, но на самом деле они находятся в подсознании Камашиды, который представляет школу как свой замок, а себя как короля в нем. Король, конечно же, недоволен видеть их, поэтому собирается их казнить. Отчего происходит вот этот поворот, и Рен проявляет всю свою силу и пробуждает персону Арсена, параллельно перевоплощаясь в костюм Трикстера и раскидывая всех. Все с этого охраневают, а герои, пользуясь случаем, пытаются сбежать. По дороге в одной из клеток они натыкаются на странного кота по имени Маргана, который впоследствии объяснит все о том, как устроены чертоги разума, что такое дворцы и как воровать сокровища. А также дополнительно учит основам геймплея, боевой системе и, в принципе, как быть прилежным фантомным вором. Впоследствии герои будут несколько раз возвращаться во дворец, параллельно обучаясь в школе. Прогуливаясь по дворцу, герои осознают, что Камашида в своем сознании издевается над учениками, что означает, что в реальной жизни он их физически обузит. Перегружает волейбольные и беговые команды физическими упражнениями, не дает им нормально жить, лишь бы достигнуть максимального результата. Полностью положив огромные толстые на физическое и ментальное здоровье учеников. А девушек из волейбольной команды он и более сексуально объективизирует, а нашу старую знакомую и вовсе видит как свою принцессу. Из-за физических и моральных перегрузок Камашида доводит подругу нашего тиммейта до неудачной попытки совершения самоубийства. Это приводит наших главных героев и нашу недавнюю знакомую Анта Камаки в ярость, и находясь внутри дворца, и Рюджи, и Анька под влиянием своих настоящих эмоций пробуждают персоны. Камашида медленно начинает просекать, что его хотят свергнуть, поэтому он пишет рапорт на всю группу. Тем самым ставит группе дедлайн две недели на то, чтобы проникнуть к нему в разум и украсть его сокровище. Наши герои решают скооперироваться и используют крышу школы в качестве своего убежища. Они обсуждают план действий, который заключается в том, что сначала нужно обшерстить абсолютно весь дворец, зачистить его, найти сокровище, а затем отправить визиточку. Визитка материализует сокровища, которые можно будет забрать, тем самым лишив человека чего-то дорогого, из-за чего его характер изменится. Я в душе не ебу, как это работает, если честно. Поэтому сразу для себя я определил то, что на дворец я не потрачу больше трёх дней. Первый день на полную зачистку, второй день на отправку карты, и на третий день уже можно бить босса. Самое сложное конкретно из этого списка зачистить дворец за один день, но это довольно легко выполнимо. Так что да, поэтому я в одном из прошлых роликов охреневал, что журналист потратил около 10 дней на прохождение дворца на лёгкой сложности. Кстати, прямо сейчас я показываю новую комнату, которую я тоже в одном из прошлых роликов скипнул, лишь бы не спойлерить. Объясняю, чё за херня. Теперь в каждом дворце можно будет найти комнату, в которой будет лежать семя воли. На каждый дворец таких семян будет по три, и если собрать их все, то можно получить какой-нибудь предмет. В общем, сделав абсолютно всё, я быстро расправился с боссом, Камашидо молит о пощаде, просит его убивать, хотя мы и не собирались, и в момент, как только он лишается своего сокровища, его дворец начинает рушиться и приходится удирать. Дворец разрушен, и перемен в нём нам придётся ждать две недели. Две игровых недели. Всё это время можно коротать, занимаясь различными активностями. У меня на это ушло два часа. После чего, во время школьной церемонии, Камашидо сознается во всех своих грехах, ведь на перемены его подтолкнула организация Фантомные воры. То есть, мы. Камашидо отстраняют, герой празднует победу, а Моргана объясняет, что дворец не ограничивается одним лишь Камашидой, и может быть в целом у любого человека. Ну а это уже надо продолжать историю, а мне пока лень. В общем, подведём первичные итоги. Даже несмотря на то, что рояль является той же самой персоной 5 за ту же самую цену, которую надо покупать ещё раз, если вы покупали оригинал до этого, здесь всё равно достаточно много отличий. Играется он приятнее, новый контент присутствует, выглядит многообещающе, а все дополнения из пятой части доступны бесплатно. В смысле, весь набор, включающий платные и бесплатные дополнения. А в оригинальной пятой персоне бесплатными, между прочим, были купальники. Купальники, вы понимаете? В наше-то время, когда в некоторых играх цвет волос нужно арендовать за деньги, а батл пассы окупаются только наполовину. Да-да, я на тебя смотрю, Rainbow Six Siege. В общем, заканчиваю я с этим видео, не знаю, буду ли делать продолжение, возможно нет, возможно нет. Отдельное спасибо Джи-Джи за то, что разрешил использовать его рофельную рекламу в качестве рофельной рекламы. И на этом всё, до свидания.